здравствуйте друзья у нас сегодня 10 января вот она кремниевая долина морозная не не так чтобы холодно нет так вот поговорить я хотел сегодня как видно из названия нашего сюжета о образовании советском в сравнении с другими у меня был сюжет на эту тему потому что там были люди которые говорили о том что вот советское образование на такое было хорошее что просто я уже не знаю там удавиться от счастья но дело в том что когда мы жили в ссср и я вот ну как бы учился и там и преподавал и в разного плана учебных заведениях там помимо того что работал еще где-то в индустрии значит я хочу сказать что мы изнутри как бы критиковали систему потому что там было много недостатков то есть мы сравнивали советскую систему образования с тем какой она могла бы быть если бы вот скажем из нее эти недостатки повыдергивать с одной стороны с другой стороны конечно уже будучи в соединенных штатах ты по-другому начинаешь смотреть и ты видишь какие-то вещи которые система образования просто избегает что-то она выхолачивает какого-то опыта она вообще не дает там и так далее и в общем как-то у меня было такое мнение существенно скептическая так и видео нас на эту тему есть может быть даже не одно но тут возникла тем такая в разговорах с нашими преподавателями и я понимаю что люди которые сейчас смотрят на это все вы скажем моего возраста но те которые вот допустим живут в отечестве они сравнивают советскую систему образования с той которая сейчас в том же отечестве то есть конечно когда они говорят что там на западе образование плохое а советское хорошее то и кроме как посочувствовать и посмеяться конечно не других нет желаний но когда вот мы сравниваем они сравнивают российская там украинская до и после развала совка тут действительно просматривается какая-то разница и я неоднократно слышал от разных людей о разнице в качестве образования вот допустим мы беседуем с юристом но он уже постарше дядька получился там где-то вот не помню где в томске закончил юридический факультет и вот он с тех пор юристом был юристом советским российским сейчас вот он американский и вот мы так вот на на эту тему и он очень убедительно мне так объяснял в чем разница он что вот было там всего 10 учебных заведений на весь ссср где можно было получить образование юридическое ну может быть не ссср а только российскую федерацию я не знаю честно я настолько далек от юридического образования на его слова опираюсь вот а сейчас говорит он это же просто вот на каждом углу там кому не лень и соответственно их так и учат там и так далее что вот вроде бы образование есть а юриста нет и он и про американское тоже он ругался он у него сын учиться на юристов и вот он говорит ну как же так они не видят вот там они конкретные там вещи разбирают общей системы не понимают и вот я хочу сказать что действительно у нас в школе конкретно дав портнов компьютерского мы же начали в девяносто четвертом году и соответственно люди которые нас учились скажем девяносто четвертом это не были восемнадцатилетние или там даже там самому молодому было лет двадцать пять двадцать шесть то есть это были все люди получившие высшее образование в ссср в той системе и дальше вот у нас на глазах все это значит там движется 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 во времени и сегодня ребята которым там двадцать пять тридцать пять и даже сорок они все получали образование уже после того как и я например вижу очень сильную разницу между теми кто учился в девяностые там и теми кто учится сейчас не хочу сказать в человеческом плане они все симпатичные очень но вот с точки зрения не то что вы понимаете образование в нашем случае конкретно мы учим их тестированию программного обеспечения и уж какой у них там есть образование такое есть у кого юридическое у кого экономическое у кого инженерная хотя сейчас с инженерным меньше стало сейчас с инженерным в основном из индии народу нас учится вот но бывает 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 и математики бывают и физики бывают и химики по всякому но они как-то вот по-другому относятся к к тому чтобы решать задачи которые перед ними стоят то есть то что для человека советского как бы закаленного вот той системой он смотрит но сейчас сейчас сделаем то чек который не закален той системой он говорит ой но это сложно но тут много но там вот еще чего-то это как-то вот ну как-то сложнее решаются в общем-то по моим понятиям не сложные задачи да то есть но и на якобы воспитанник той систем другой момент чего-то не хватает знаете в способности видеть то что называется big picture то есть видится маленькая штучка там еще маленькая штучка еще маленькая штучка то что эти маленькие штучки все в какой-то системе находится вот это плохо просматривается и даже когда ты пытаешься объяснить то желание все равно остается видеть маленькие штучки то есть как бы чек от торгает вот это направление увидеть большую картинку есть такая фраза но в моих словах она звучит так по я смысл только передам я дословно не помню что когда ты работаешь и раб и даже если ты с чем-то мелким имеешь дело с чем-то таким так маленькую задачку решать очень важно видеть место этой маленькой задачки на большой схеме где она там прошли если ты просто копаешь траншею ты копаешь траншею но если ты понимаешь что вот тут будет три траншеи то и значит это будет для электричества там будет для водопровода тут значит будет поселок стоять там еще что-то это на самом деле другая работа получается человек который даже просто копает траншею он он по-другому это делает с другим качеством с другим отношениям и так далее но а если уже мы говорим про системы технические такие более сложные да то есть там есть какие-то компоненты но есть система если я смотрю на один компонент и на второй компонент но нет системы то я не смогу работать продуктивно тоже не понимаю что я делаю тут у нас была тема про зазубривание на днях да и там вот ребята комментарии пишут и был пример такой кто-то написал что вот там девочки в медучилище они зазубривают потом они идут учиться в медицинский университет и там тоже зазубривает а потом им там на стол когда кладут они уже врачи там пачку всего да там анализы такие сики десятые двадцатые они не в состоянии проанализировать и вместе сложить их в какую-то картинку системную картинку они на это смотрят как набор каких-то вот элемент и ну ну то есть я я понимаю что вот то о чем я сейчас рассказываю это как бы для многих людей это очевидно это то с чем они имеют дело и ну ну да я не анализировал в этом смысле правда я просто вот как-то опыт такой накапливал в общении в как бы в имении дела вот с этим или с этим но дальше поскольку разговор возник там у нас и и я начал думать на эту тему и потому что действительно что-то произошло с системой образования я я далеко живу и как бы предмет на не имею дело но я вижу какие-то вещи ну типа там вот люди все время пишут что там скажем там подношение надо делать или там просто взятки за то чтобы экзамены проставили за то чтобы приняли за то чтобы там выпустили и так далее и так далее я я как бы даже за пределы этого выхожу ну допустим он вы я не я уже не говорят о людях которые просто купили диплом не ну ну научился он вот учился но он должен же был что-то такое приобрести и не только в плане конкретных знаний там не знаю географии физики там экономики и так далее но он должен был приобрести какие-то навыки например учебы вот просто сесть и учиться да то есть вот навык учебы или допустим навыки но вот увидеть большую картинку до имея дело с маленькими какими-то фрагментами этой картинки желание стремление увидеть большее вообще вообще желание и стремление очень важно то есть мало быть просто ответственным зазубривателем там чего-то хотя это тоже сейчас не массово и ну не знаю то ли то ли преподы как-то никто в преподавателей идти не хочет то ли программы такие то ли это превратилось настолько в коммерциализированный продукт что уже не важно там чему тебя научили главные деньги плати или там государство за них платит кто там за них платить я не знаю но может быть и вот такая коммерциализация примитивненько не не знаю но в общем я и к тому рассказываю что может быть те кто помоложе ребята и те кто учится вот может быть они попробуют взглянуть на себя на те процессы в которых они там участвуют и спросят себя вот чему я научился а чего я мог бы научиться а что я мог бы делать чтобы лучше научиться вот может быть так и не знаю потому что все таки когда ты выходишь из учебного заведения наиболее существенное что-то оттуда выносишь эта способность учиться потому что сейчас так быстро все меняется что за те там ну не знаю 40 45 лет которые у человека есть после университета для того чтобы работать 35 но кто как за эти за эти годы придется несколько раз переучиваться не обязательно на другую профессию даже если вы останетесь в своей профессии вы не сможете как там ваши прадедушки или там прабабушки просто всю жизнь работать в одной профессии потому что вас этому научили это очень вашей профессии она такая и есть вам придется в своей собственной профессии несколько раз переучиваться поэтому способность учиться она конечно вот существенно это может быть главное что люди должны были бы могли бы вынести из учебного заведения ну и плюс конечно тоже то что они учат нужно понимать да вот какая какая там профессия есть неплохо разбираться в профессии если вы уже там четыре года или там пять или шесть учились тоже неплохо да так что такие вот соображения просто на ходу а так друзья новый год прошел рождество рождество по католическому по православному все прошло впереди у нас старый новый год мы с вами встретим то есть я поеду в гости но мы со светланы поедем в гости там будет вкусно и весело и мы обязательно заснимем мы каждый год там заснимаем и и каждый год там вкусно и весело в общем впереди у нас такой репортаж счастливо